добрый день дорогие друзья приветствую вас сегодня в районе 800 ступеней попробуем покорить их тут ветер просто фантастический только что снимал видеосюжет о том как природа сносит и не дает возможности попить водички приехать сюда вы можете вбив навигатор 800 ступеней место довольно таки красивое видовое и я уверен что вам все здесь понравится потому что здесь шикарниче будьте аккуратны чтобы туда не улететь вниз вот так вот дует ветер я не знаю слышно меня или нет там сзади меня юрина гора это с правой стороны лысая гора за всех но в ту сторону наши любимые она подъезд хочется летать немного жалко у нас сейчас нет возможности пользоваться квадрокоптерами ветер просто сегодня сносит с ног здесь посмотрите какая красота открывается для ваших видов фантастика можно прогуляться кстати пешочком или доехать здесь вдоль высокого берега мне вот интересно не дурная ли затея это сегодня сходить здесь на море ну попробуем 800 ступеней к покорению чтобы машины с парковочки это не сюда не заезжали видите здесь сделаны такие вот ограждения и вот администрации банапи беспокоятся о том чтобы на все пляж сделать такие ограждения чтобы машины не выезжали отсюда уже открываются первые виды на 800 ступеней внизу сюда заходим за заборчик здесь немножко потише спуститься вниз я надеюсь что там ветер вот раз таки останавливаться скалой так сильно дуть не будет надежда по крайней мере есть такая лестница недавно отремонтирована восстановлена и на ней сегодня никого нету лестница будет только для меня отсюда у нас начинается спуск но сначала хочется показать лучшую скамеечку на которой можно посидеть и посмотреть на всю эту красоту сверху вот она вместо силы с видом на юрину гору высая гора уже такой не является уж она уже вся почти застроена и будет все больше застраиваться красота конечно друзья на верху по направлению к шарам находится ласточки на гнезда тоже очень красивая видовая площадка но сегодня мы не они вот об этом месте 800 ступеней море сегодня просто нереальных цветов ну что друзья пошли 2.40 время начала спуска но из-за того что буду много останавливаться я думаю он сегодня подзатянется поэтому рассчитывать на рекорды не буду а вот обратно всегда получается минут за десять подняться у меня неоднократно есть видео записанные именно с подъемами всегда всем говорю кто приезжает по нам обязательно ходите в такие места которые выглядят невероятно классно в которых можно получить массу и здоровья да пусть потихонечку поднимаете потихонечку спускаетесь и насладиться целиком именно нашим морем потому что других на местах это все по-другому выглядит есть конечно на черноморском побережье тоже свет красивые лестнице может 100 ступеней это в анапе она самая крутая достопримечательность всем привет красота ветер действительно здесь немножечко поменьше но все равно поддувает довольно таки сильно и на первом же повороте пройдя совсем немножко имеется первая скамеечка это очень круто слушайте что я увидел тут даже мусорки появились потому что ветер косой его не в полной мере останавливают сегодня у нас горы а так если бы он был по прямой чуть тормозился было бы попроще кстати нет мы не одним там люди тоже идут но мусорки это прям круто за это прям огромный лайк написано чистый пляж собери пластик пакета возьми пакеты сзади контейнера собери мусорки поставь контейнер то будет тебе влага человек жалко нету к сожалению здесь сзади сейчас пакетов я бы честно тоже что-нибудь взял чтобы собрать там пока идет у нас бетонная лестница здесь крайне легкий спуск вообще без напряжения вот немножечко дальше туда уже начинаются проблемы потому что там становится потяжелее лестницки не все стандартного образца но все равно все довольно таки легко и просто здесь сделали освещение но вандалы по моему почти все фонари разломали тут несколько осталось только в самом начале ироды слов нет так хорошо было красиво в любое время можно было суток по ней безопасно спускаться подниматься мы с вами доходим до следующей видовой площадки и здесь уже очередные скамеечки нас ждут дальше вот более такой хороший вид будет палубы мы здесь сели отдохнули особенно при подъеме ветер как сильно но несут нас ноги все дальше от порога все ближе красивейшим местам города курорта она бы особенно радует что все еще могу делиться с вами мои дорогие друзья банят банят меня но не до конца там люди поднимаются лезут в горы красота а тут можно лежать практически на ветру то палуба самая красивая до нее дойти просто вот ребята пришли говорят внизу вообще не дует спускаться было гораздо легче чем подниматься мне всегда почему-то наоборот красота еще много-много ступенек впереди интересно друзья мои хотели бы тоже сейчас со мной прогуляться в такую погоду к морю хотя воздух то плюс 13 здесь в городе был плюс 16 сегодня даже по-моему до плюс 18 доходило сегодня прям вышел прям почувствовал кожей какая теплота меньше слов больше ногами работаем да друзья то юра может стать разговаривать прям до завтра ух вместо сила моря как ты красиво не жалко всех людей которые поднимаются непосредственно вверх бедные несчастные на лавочках сидят отдыхают а мы ступеньки ли считаем чтобы побыстрее туда дойти этот вид я вам предлагаю видеть вместе потому что он великолепен он не прожжавели со время ночью что тут не провжавела и смотришь вниз какая красота смотришь вверх и немножко так это же по мне все обратно подыбаться мы где-то на серединке только фантастика друзья как красиво море. По-честному предлагаю всеми этими шикарными видами любоваться непосредственно, когда вы будете обратно подниматься. Потому что сейчас это, конечно, красиво, классно, но у вас еще очень много сил, вы можете спокойно спуститься вниз. Вот на обратном пути как раз пришли, сели на скамеечку, посидели, фотографии сделали, обсудили все эмоции и пошли дальше. Продолжаем спуск. После вот этого прямого спуска этой смотровой площадки начинается самое сложное действие по спуску туда уже вниз, потому что здесь самые неудобные ступеньки будут, они будут местами поворотные, так что здесь больше внимания, чтобы были как можно более аккуратны. Также здесь вот раньше была площадка, видите, ее давным-давно с селем немножечко снесло, так что если вдруг идет дождь, лестничку не посещайте, потому что тут могут лететь очень большие камни. Все, так-то море кажется уже очень близко. Вот это вот расстояние преодолевается самое, наверное, за быстрое время, потому что тебя манит море как магниты. Здесь я повторяюсь, надо быть максимально внимательными, чтобы не оступиться. Тут еще я смотрю, падали камни, погнули немножко ступеньки, это может, конечно, очень плохо отразиться на вашем спуске вниз, можно кубарем идти. Так что берегите себя и будьте внимательны, держитесь за поручни и делайте, как я. Камера вам здесь не нужна. Потом внизу уже поснимайте, тем более здесь двух сторон закрывают горы. В данный момент времени для меня это больший плюс, потому что нету сильного ветра. Остается позади совершенно невероятное количество ступеней. Вниз нас ведет последний пролет. Здесь также есть лавочка, думаешь, зачем она здесь, когда совсем немножко подыматься, но это вы поймете только на обратном пути. Последние ступеньки здесь открываются и влево, и вправо. Просто фантастические, невероятные, красивейшие виды и на скалы, и на море. Ну реально же очень красиво, друзья. Также этот пляж манит к себе, или можно сказать манил к себе раньше. Большое количество людей нудистов, они уходят туда дальше по берегу. Тут можно дойти до Суко, прям по нему. Я все никак, кстати, не совершил эту прогулочку. Она стоила бы даже для себя, потому что по верху я гулял по горам, по низу не ходил. А в ту сторону входят до спуска 40 лет победы, либо до 300 ступеней. Прогулка очень классная. Сейчас вот отсюда дует ветер, из-за этого здесь немножечко некомфортно. Давайте пощупаем море сначала. Какое оно? Ух, привет, моречка. Ой, слушайте, а водичка-то теплая уже. Просто красота, друзья. На вот этих вот камнях получаются невероятные фотографии. Делал неоднократно фотосессии. Плюс тут плато где-то было, там сейчас из-за большой нагонной волны закрыто. На нем тоже очень красиво получается фото. Сейчас вода здесь молочного цвета, за счет того, что камень мергель между собой трется, стирает немножко и замутняет в воду. А так она здесь самая, наверное, чистая и прозрачная на всем Черноморском побережье. И берег только мой и ваш. Ура! Замерил море 11,9 его температура сегодня. Не забывайте, ребят, если знали те, кто смотрел канал на основном канале, скажите им переподписаться. Море шумит просто великолепно. Сейчас сяду, попью водички, посмотрю вдаль, наслажусь этими видами и буду подниматься вверх. Обратно уже вам расскажу, за сколько поднялся. Думаю, что вам это будет интересно. Температура воды 11,9. То есть я мерил на песчаном берегу было 13 градусов. Здесь, видите, водичка попрохладнее будет. К большому сожалению, я бы искупался сегодня, потому что по ощущениям мне она очень понравилась. И на воздухе теплее, то есть выйти было бы очень хорошо и тепло. Но так как очень опасно, это на камнях может прилететь тебе даже не волнуя камнем. Плюс тут дно нестабильное. Я этого делать не буду. Зачем нам рисковать? Особенно вчера человек утонул, катаясь на кайте. По чему, к сожалению, я сегодня не рискнул поехать. Александр тоже говорит, посмотрел на ветер, не поехал. Ну, ребята сегодня тоже катались. Ну, каждому свое. Каждому, как говорится, свой кайт. Но мне хочется более безопасно и более стабильно покорять наши морские глубины. Поэтому искупаемся в другой день. Ничего здесь страшного нету. Ну, а так приходится с каждым днем все больше и больше весна. Не календарная, а именно погодная. И становится хорошо и прекрасно. Ну, а теперь, друзья, вам море для настроения. От души спасибо за то, что провели эти мгновения. Но в конце, возможно, я вам скажу, за сколько я поднялся. Фух, дорогие друзья. Десять минут. Занял подъем. Я, по-моему, раньше чуть быстрее поднимался. Сейчас, видите, растолстел, немножко форму по подъему потерял. Но, в принципе, отлично. Размялся, как все тело горит. Супер удовольствие. В общем, во все ваши города, дорогие друзья, огромнейшие приветы. Пускай вам будет тепло и хорошо. Спасибо, что досмотрели видео до этого момента. А теперь для вас море от души. Не забывайте лайк и подпишитесь. Привет вам, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. С вами был Юрий Азаровский. С вами был Юрий Азаровский. Спасибо.